Продолжаем смотреть 117-й опус, третья интермецию, не менее знаменитая, чем первые два. Здесь один из изумительных образцов тонкостей артикуляционного письма Брамса, соединение одного уровня фразировочных лик и второго уровня артикуляционных лик внутри фразировочных. Это принцип, который на самом деле универсален от Баха Даштаковича, чем мы, так сказать, и занимаемся. Брамс один из самых тонких в этом смысле композитов, который, именно обнаружив эти два уровня фразировочные и артикуляционные, не боялся их использовать одновременно. Мы с этим будем сталкиваться, это будет целая тема для нас. Тут надо разобраться, во-первых, что это значит. То есть, здесь много тонкостей. Парочка. Парочка. С микроцезурами играется. То есть, другими словами, вот эти лиги, они вообще чисто психологические. Руками мы делаем буквально вот это. То есть, делаем не вот это, как можно было подумать. А двойственная лига, по правду, да? Разделяющая лига и связующая цезура. Как бы, вот она есть. Вот эта цезура есть, но она связует. Сильная доля не акцентируется. При этом, странным образом, у нас есть Но ни в коем случае без акцентирования сильной доли. В этом тонкость. Идем сюда. Здесь не акцентируем. А все равно за волной озвученности идет. Это слабое. Нельзя играть. Причем, Брамс пишет потрясающую эссенцию педаль. Я вот и играю абсолютно без педали, но при этом стараюсь выполнять все уровни. Потом, на самом деле, можно добавить и педаль, микро-педаль, но это уже другой разговор. Сотта-вочи, всегда про себя. Мольте пьяно, то есть пьянисим. Вот я сыграл лигу. Сыграл, здесь ушел. Все, ри. Видите, я иду к фа-диезу, а к фа-диезу сыграй мягче. Без опоздания. Получается тонкая нюансировка. Ля-да-ри, 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 ля-да-ри. И получается ли-ра-ра. Получается ностальгичность вот эта. Ля-да-ри, да-да-ем. И пришли. Ля-да-ри, ля-да-ри. Я все играю без педали. Не потому, что в результате будет без педали, а потому, что нужно уметь играть без педали. И вот Брамс нам делает этот намек сенсопедальнее. На самом деле это указание. Ребятки, получите-ка без педали. Потом, если будете уметь играть без педали, тогда, может быть, можно будет и педаль подключить. Вот что он нам говорит. Спасибо, Аюхан, за подсказку. Вот я играю ля-да-ри, ля-да-ри. Мартик Лассона, лигу внутри. Не вот эту, не вот эта тотальная. Легато. Тяжелая шестнадцатая, и через цезуру сюда. Почти незаметно. Это должно быть слышно только тем, кто знает. Все равно в этом тонкость есть. Кто не знает, услышит просто тонкость исполнения. Вот дальше начинает солировать средний голос. То есть, этот и первый палец в правой руке. Все равно парочки, парочки написанные Брамсом. Вот это удивительное сочетание вот этой лиги фразировочной и этих микролиг, которые нам подсказывают, что микролиги дают нам связующие цезуры, микро-цезуры, микро-цезуры. Но они есть. Мы не можем позволить играть. Да-да-ри. Легатиси. Мы все не можем. Это сразу другой уровень музыки. Вот. То есть, эти лиги вообще-то баховские. Все показывают без педали. Вот он здесь пишет. Педаль, но мы пока играем. Мы пока играем без педали. Показываем, что можно без педали. И вот здесь не просто, а пианисимо, конечно. Пианисимо и вот эти мистические октавы, о которых мы уже говорили и в первой, и во второй. И там, и там есть эти мистические октавы. Вот они здесь. Унисоны. Вот эти. Это пианисимо. Играя пока без педали. Показываю, что можно бить руками. Да, здесь игра с басом, с тембром. С расстоянием. С вот этим расстоянием, на самом деле. То есть, вот этим. Вот двухоктавным. Вот она тебе показывает, что для него две октавы были важны. И здесь я играю честно, как написано «Тотальная легату». Хотя мог бы сыграть. Как здесь. Но ему здесь было это не нужно. И вот здесь очень важно разобраться в левой руке. Это полифония. Две виланчели. Синкопирный ритм. Двуголосие. Сыграть одной рукой можно. Двумя руками. Одной рукой я уже сыграл. Одной рукой еще раз. А прям сидим мы и прям без педали учим. Синкопа. Полифония настоящая. А теперь подсоединяем. Насколько возможно, я играю здесь. Без педалей. Полифония в левой руке. И здесь тоже не октава, а два голоса разных. Звоночек здесь. И свой тембр в первом пальце. Это четырехголосие баховское почти. А такие вещи обожал Шуман тоже. Держим. Ду-де-с. Держим. Поэтому здесь образуется вот такая гармонка. Вот такая секунда. И дальше. Значит, разбираемся. В левой руке есть Ля-Ля-Синкопа. Синкопочка. То есть, игра-ла-ла-ри-па. Слышим здесь. Ля-Ля-Ля-Ри-па. Значит, в одессе тише. Слышим синкопа здесь. А здесь... Здесь... Игра двух рук. Здесь у меня вес. Ля-Ля-Ля-Ри-па. Вот без педали можно добиться среднего голоса. Вот я прям мучительно, мучительно, мучительно по нижним дугам играю. Это такое наслаждение, мучение от этого легата брамсовского, беспедального. Сначала беспедаль, потом будет легко с педалью это делать. А руки уже будут сами пластично играть педалью. Средний голоса. Причем левая рука, смотрите, как она связывает. Вот по всем и здесь, по всем вот этим нижним дугам все идет. Вноват ми. А здесь ми. И здесь пиано, пианисимо, и здесь три пиано. Еще, еще, еще местеченье. Еще, еще местеченье. Пока показываю без педалей сознательно, чтобы работали ручки и пальцы. Опечатка. Одна из опечаток этого советского издания, к сожалению. Здесь до диез, конечно, а не ми. До диез. Ми включается. Будет еще одна опечатка. Важно, что эти аккорды, это три волторные. Все, все слышно. Вторая волторна, третья волторна. Куда идет? Вторая сюда идет. Третья идет сюда. И вместе. Группа играет. Опять синкопы влевые. Мятежные синкопы. Мятежный секунду. Это вносит мятежность. Все на ручных педалях. Палефония синкопа. Синкопа влевые. Напряженно. Все руками делаем. Сладкое мучение. Раз. Не забываем, что это раз, друзья. Поэтому протянуто первое шестнадцатое. Метрическая гогика. Не вот это. Ля-ля-ля-ля-ля-ра-ра-ри-ра-ри. Ля-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Два. Раз. Чуть протянут. Ли-ра-ри. Шестнадцатая. Шестнадцатая, но она чуть-чуть тнутная. Ли-ри. Метрическая гогика. Все. Держу руками. Разрешаю. Здесь. Держу все руками. И до диез приходится еще. Я еще руками держу доминанту. То есть все у меня здесь диссонансы. Держу руками. Видите? Си диезы все. Еще раз. Э-ри. Поменял. Си диез. И вот этот диссонанс руками. И насколько будет потом с наслаждением играть все это с педалью. И сюда переводим, несмотря на фермату, психологическое, длинное фермата, длинное, но все равно психологически переводим в это ми. Длинное фермата. И все равно стремимся, стремимся к этому ля-мажору. Дальше все построено. Вот спица. Это очень полезно играть без педалей. То есть все связи и все синкопочки. Берем здесь, слышим здесь. Берем здесь, слышим здесь. Слышим здесь. Берем здесь, слышим здесь. Берем здесь, слышим здесь. Как бы все время с черточком. Черточка, кружочек. Черточка, кружочек. Слышим здесь. Освобождаем руку. Слышим. Черточка. Освобождаем руку. Здесь слышим. Перехват. Здесь эта рука перехватывает по нижней дуге. Что она делает? Перехватывает. То есть рука левая все тоже на клавиатуре делает. Взяли, услышали здесь. Здесь услышали. Здесь услышали. Взяли, вот здесь услышали. Вот здесь услышали. Здесь услышали. Здесь услышали. И дальше. Так взяли это до. Чтобы его хватило досюда. Соответственно, остальное не просто пьяно. А три пьяно. Чтобы слышать эти волторны с трупами. Вот у меня еще до держится. Досюда. Вот я освождаю руку. У меня вот вторые волны идут. Играю все без педали. А как будет, хорошо с педалью потом. А дальше пошли. Иди. Теперь до диас. Тоже. Берем здесь. Не боимся. Причем я все это, все связываю. Все связываю по нижним дугам. Тренинг здесь слышим. Тренинг без педаль. Вот смотрите. Я все связываю. Связываю. Связываю обе руки. Связываю. Здесь слышу. И, наконец, здесь слышу си. Поэтому я деликатно левое. На ри. Будем считать, что повторили. Дальше пошли. Здесь боль. С большей болью. Все связываю. И получаю наслаждение. Где слышу ля-де? Здесь. А теперь сложная конструкция. Синкоп. Здесь. В среднем голосе пошли синкопы. В первом пальце. Поэтому здесь слышим. Это до диас слышим здесь. Си здесь. Соль диас здесь. Ля слышим здесь. И левое аккуратненькое. Поэтому. Дальше. Это зовы вечности. И человеческие. И человеческие зовы. Появляется этот себе моль здесь. И здесь. Полифония, друзья мои. Синкопа. Слышим здесь. Здесь пара. Вот такая. Синкопа в среднем голосе. Полифония. Синкопа в среднем голосе. Валторны. По раз. Ти-два. Три-четыре. Ля-ри. Валторны. Рядом со скрипками. Ди-ди-ди. Ди-ди. Нет. Сюда. Валторны. Идет. Ля-ри. Ля-ри. Здесь чуть меняем. Здесь надо. Слышать вот эту секунду. Наро услышать. Вот эту секундочку. Это очень тонкое место. Поэтому здесь. Три-врука. Вообще невесомая. Три-пьяно. Взяли. Пятым пальцем взяли. Вот. Вот это. И дальше. Ди-ди-ди-ди. Связаться. Я связываю вот так. В последнюю секунду. В последнюю секунду. В последнюю секунду. И наконец валторны. Вот эти. Вапикар. Идем дальше. Повтор тут тоже красиво. Красивое вот здесь место. Сейчас нет времени. Вот эти все тонкости тоже важны. Все-таки сыграю. Сейчас. И синкопа здесь. И здесь синкопа. То есть синкоп. Полифонические дела. Синкопа здесь. Синкопа здесь. Ля-ри-ди здесь. Разрешение. И повтор. А и второй вариант. И вторая вольта. И благоговейно. Благодарственное. Ле-мажор. И вот здесь четыре пьяно. И вот здесь каждая пара.